Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинается программа «Разворот». Сегодня веду ее я, Наталья Михайлова. И в гостях сегодня у нас глава Департамента благосостояния Рижской Думы Ирэна Кондрата. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы нашим эфиром продолжаем серию таких эфиров, которые затрагивают жизнь, интересы пожилых людей. И не обязательно даже пожилых, как многие понимают, что это совсем, может быть, очень пожилые люди. Это люди и предпенсионного возраста. У каждого по-своему ощущается возраст. Мы уже говорили сегодня утром буквально с главой службы неотложной помощи тоже на эту тему как раз она говорила о том, как часто приходится врачам выезжать к одиноким пожилым людям, немощным, и куда их приходится возить. И больницы отказываются, потому что им тоже негде держать. И все это перекладывается на плечи самоуправления. Ну и, соответственно, вы как представитель самоуправления тоже расскажете нам, надеюсь, сегодня о том, какие сложности в вашей работе, какие возможности есть. Ну, может быть, мы начнем с другой информации. Сначала более такой тревожной, важной, да, и для людей, которые, может быть, слушают нас уже и в возрасте люди, и те, которые являются их детьми, и чтобы они обязательно предупредили, опять появились, активизировались мошенники, которые как раз-таки на этих людях пытаются заработать. Вам слово. Да, именно. Фактически я очень рада, что сегодня у нас эфир, потому что этот вопрос, он актуален все время, но как-то вот последние дни показала эта проблема себе особенно. Просто надо понять, что пожилые люди, это наши мамы, бабушки, ну, они росли все-таки немножко в другой эпохе, а теперь время, когда технологии, гаджеты, мнения появляются в медиях, как просто заголовки, да, письма приходят странные. Люди немножко иначе воспринимают реальность, и потому это нету ничего нового, но именно люди пожилого возраста, они становятся хорошей добычей для людей, которых, ну, к сожалению, наверное, так нельзя говорить в эфире, но надо было бы немножко ручки оторвать. Есть разные варианты, как это происходит. Конечно, то, что в первую очередь я хотела бы обратить внимание, это связано с лже-социальными работниками. Эта ситуация у нас опять активизировалась, что надо понять людям первым долгом. Ни один социальный работник просто так не будет звонить в вашу дверь. Это просто невозможно. Социальный работник приходит на дом только тогда, если вы сами обращались в социальную службу, если вы искали помощь, если вы договорились о время встречи, тем более у всех социальных работников есть удостоверение. И следующее. Ни один социальный работник не будет у вас спрашивать с деньги, наличкой, или ваш номер конта, или еще страшнее ваши документы, даже его копии нет. Если вам надо будет документы подать, вы их будете подавать на месте в социальной службе. Но, к сожалению, у нас есть случаи, когда происходит именно так, о чем я предупреждаю. То есть сейчас вы о чем говорите, что приходят вот эти мошенники? Да, именно на дом. И что они вот говорят? Ну, это называется звоню с дверью. Я из социальной службы, ну, как в анекдоте, да? И вот тогда начинается разговор. Вам надо заплатить за то, что вы хотите. Дайте копию паспорта или еще дайте свой паспорт. И люди дают. Я не говорю уже о тех звонках, о которых время во время меди нас предупреждают, что звонят пожилым людям и говорят, что их родственники в беде и необходимо заплатить деньги. Эти случаи еще имеют место, потому что просто люди верят, что есть, это буквально, как бы сказать, моя боль сегодняшнего утра, потому что это произошло в моей семье с моей мамой, которая, я могу сказать, очень начитанная женщина, и она знает, как отвечать по телефону. Но ей был какое-то время тому назад звонок из якобы медицинской компании, где ей очень, называя ее по имени, очень четко ей точно спрашивали о том, как она себя чувствует, а как ее здоровье. И в этом очень долгом и очень приятном, как она говорила, разговоре у нее успели спросить ее адрес. Хорошо, что она не сказала номер своего банковского счета, потому что просто у нее его нет. И дальше этот процесс идет очень тактично. Людям говорят, спасибо, мы вам пришлем подарочек, который приходит с ценой. Если ты его не берешь, тебе его присылают на дом, и ты начинаешь платить деньги. И, к сожалению, ладно, в моей семье это закончилось слезами моей мамы и тем, что какая я старая и какая я глупая, как я поймалась. Но есть люди, особенно одинокие пенсионеры, которым некому спросить. И они покупают, берут вот то, что им присылают, если они даже не берут это, накопляется долг, и фактически люди начинают или им присылают парад пьедзиной, где они не могут опять оплатить эту сумму, начинаются быстрые кредиты. В лучшем, это жутко звучит, но в лучшем случае они обращаются к нам в социальную службу. В худшем случае, к сожалению, особенно если это люди одинокие, они ищут вариант, как уйти из жизни. И это очень острый вопрос. Почему? Потому что мы вообще живем в обществе, где очень странно люди общаются. В тот же самый момент пожилые люди, наверное, самый большой риск это именно одиночество. Людям не с кем поговорить, не с кем посоветоваться. И в результате получается, что фактически один пожилой человек, он становится жертвой очень нечистоплотных в разных понятиях людей. Почему, может быть, уже сразу перескакивая на то, что очень важно и что мы предлагаем. Я могу со всей ответственностью сказать, что в Рижском самоуправлении человеку одному остаться не так уж просто, если он может найти варианты, чем заняться. Я хочу обратить внимание и очень буду просить вас не только время от времени анонсировать наш бесплатный телефон консультаций, да, это 8050-55, где человек может о социальных проблемах, ну, как мы говорим, да и не только, позвонить и получить консультацию, да, там очень знающие дамы, которые с вами поговорят и расскажут, если просто имеются вопросы хотя бы чисто социального характера, но коммуникация это тоже социальный вопрос. Ну, у нас уже три года работает так называемый центр звонков сеньоров, там работают добровольные люди, это примерно 30 человек, они меняются, конечно, это фактически, ну, как бы сказать, та же самая группа, это люди пожилого возраста, которые прошли обучение, они работают на этих телефонах, они отвечают на звонки, они говорят о темах, которые важны их группе, это их социализация и очень хороший вариант тем, которые звонят. И что вот важно, я не говорю уже о дневных центрах, которые расположены по всей Риге, и только что вот пару недель тому назад у нас было Дни открытых дверей, и мы всегда стараемся тогда еще раз объездить, чтобы прочувствовать ситуацию, я, может быть, буду немножко эмоционально на данный момент, но вы знаете, вот это те моменты, когда в нашей абсолютно непростой и невеселой работе ты чувствуешь удовлетворение, вот, профессиональное и чисто человеческое, когда пожилые люди, они, что есть важно, дневные центры тоже, они организуются вблизи социальной службы, территориальных центров, так что фактически те же специалисты, которые могут помочь, они и помогают людям коммуницировать. А скажите, сколько у вас вообще клиентов пожилых людей? У вас есть какая-то статистика? Я могу, может быть, сказать немножко иначе, потому что клиентуру именно в таком, мы ее можем вычислить под тем пособием помощи, который они получают, но, может быть, немножко с другой стороны, группу вычисливают по статистике, это по количеству тех, которые получают ватсуму пенсию, это, ну, по старости, так это правильно, да, и в Риге на начало этого года у нас было 147 тысяч 560 таких людей, которые получают вот эту пенсию по старости, как вы говорите. И декларированы в Рижском самоуправлении. разумеется, и средняя пенсия, это тоже мы всегда подсчитываем, то, что государство выплачивает этой группе, ну, в Риге у нас теперь 363 евро, 12 евроцентов, да, это средняя пенсия. Еще, разумеется, есть люди, которые получают и пенсию по инвалидности, это тоже присчитывается к этому числу, и это, ну, почти 21 тысяча, да, и то, что касается пенсии по инвалидности, тогда средняя пенсия на данный момент это 188 с копейками евро, да, так что группа большая. Но эта группа, вот, о которой вы говорите, это вообще вот люди, получающие какую-то пенсию, разумеется, но они же не все получают пособие, допустим, да, и напрямую являются, они могут получать другие услуги ваши, например, ту же помощь по телефону или еще какие-то, да? Что бы я хотел, на что я хотел бы обратить внимание, ну, первым долгом, если, ну, я работаю в самоуправлении, именно в департаменте благосостояния восьмой год. Когда я пришла работать в Думу, тогда у нас была главная целевая группа, это семьи с детьми. Она никуда не пропала, она тут же самая есть, но ситуация такова, именно демография, все это разворачивает именно в сторону пожилых людей, потому что, к сожалению, у нас прирастает численность именно этих людей, а не рождаемость у нас, несмотря на что, падает. Это тенденция, которая, конечно, не только в Риге, это во всей Латвии, во всей Европе, но это и диктует то, какие мероприятия, ну, мы должны, какую помощь должны организовать и организуем. Что вообще предлагает самоуправление? То есть, я даже посмотрела на вашем сайте, там можно заблудиться в том плане, что очень много всего, да, то есть, это, ну, просто это, это как надежда для людей, которые, может быть, думают, что им вообще нечего выбрать, да, наоборот? Знаете, я бы сказала бы так, именно о том, что вы сказали, информации неумоверно много. Все 14, даже пособия, которые в самоуправлении выплачивают людям разные виды помощи, я даже не буду их перечислять по одной простой причине. Когда мне люди спрашивают, а как, что мне делать? Имея в виду то, что каждому человеку подыскивается индивидуальный подход, ну, как бы сказать, если вот у меня какие-то интервью, я не могу сказать, я могу сказать, вот что у нас все есть, а мне говорят, пример, случай, я говорю, знаете, человеку необходимо выйти на контакт и поговорить, потому что вариантов очень много, и каждый подыскивается конкретному человеку индивидуально. У каждого человека своя судьба, своя жизненная ситуация, свои проблемы и возможности их решить. Что бы я советовала абсолютно в любой ситуации? Если у человека произошло что-то такое, знаете, в чем проблема еще? Люди у нас, ну, нехорошо людей делить на какие-то группы, ну, в основном, есть люди, которые по малейшей какой-то проблеме, если даже она не проблема, они ищут помощь. Даже, знаете, какое слово правильно, они ищут, требуют. Не полагается. И позже особенно они обижаются, когда говоришь, знаешь, а вот и не полагается даже. Ну, не надо. Ну, это такие вот, мы их тоже называем журналистской среде, такие профессиональные. Это такая, ну, это у нас выросло такое поколение, такая прослойочка у нас имеется, которые, да, ну, это, конечно, большая наша беда и горе, но есть люди, которые очень адекватно понимают и не знают, где они могут получить помощь, и они просто уточняют, и процесс идет. Мое сердце больше болит о тех людях, конечно, они появляются в нашем поле зрения, и мы их находим. Очень мы благодарны соседям, близким, друзьям, которые, ну, нам иногда звонят и говорят, вот, ну, там проблема есть. Но есть люди, которые ужасно стесняются того, что они в трудном положении. Да. И, знаете, вот это то, от чего, вот я говорю, у меня бурашки по коже, потому что, ну, я сама себя очень так, ну, чувствую в тот момент, когда ко мне приходит бабушка чаще всего, которая возраста моей мамы, со слезами на глазах, и мне говорят, неужасно неудобно, что я здесь, и человек фактически, где работала всю свою жизнь, я отдала все свои годы этой стране, но я здесь лишняя теперь. И я отдала свою квартиру, и я фактически нахожусь вот. И если бы меня не привела, вот, например, моя соседка, я бы давно, наверное, что-то сделала, чтобы уйти из этой жизни раньше. Это, наверное, ну, наверное, самое страшное, что происходит с нашим обществом, потому что, не зря говоря, как мы относимся к старикам, и детям, то очень много, что говорит о нас. И, конечно, в тот момент, когда ты говоришь человеку, что ты, это, ну, мы сделаем все, что от нас зависит, может быть, даже больше иногда, чтобы человек чувствовал себя человеком-то, господи. Конечно, что это бывает иногда, это комплексный подход, потому что, где проблемы? Есть люди пожилые, которые очень часто лишаются жилья. Они живут в Семнигмайас, да, и они не могут оплачивать свой дом, господи, где они выросли, где у них дети рождались, ну, бывает такое, просто большие квартиры, и получают, ну, тогда мы, опять-таки, смотря индивидуально, с каждым ищется подход, чтобы человек мог бы стать на очередь и получить социальное жилье, да, иногда это слово уже, социальное жилье, режет ухо, но, опять-таки, и чисто по моему опыту, я могу сказать, что это, ну, первым и долгом, социальное жилье, оно теперь очень хорошее, оно в благоустроенных домах, ну, я знаю, как это звучит, да, они хорошие, да, и, разумеется, мы видим и потому, как люди говорят спасибо, говорят, господи, у меня теперь уголок, так как вот мне недавно одна женщина говорит, я вам по секрету скажу, мне кота позволили держать, животных не позволяют, у меня есть кот, он очень хорошо себя ведет, я еще теперь, я знаю, что я говорю немножко эмоционально, но, наверное, как это по-русски говорит, накипело, но самая большая проблема, наверное, связана с тем, как вы уже говорили, самоуправление, да, это то место, дальше которого-то послать нельзя, и это иногда, я так мягко, наверное, говорю, коллеги мои бы сказали пожестче, иногда это используется очень со стороны правительства со стороны государства, потому что есть очень много несостыковок в сфере благосостояния между государством и муниципалитетом, в сфере здоровья, политики здравоохранения и муниципалитетом, и очень удобно, ну, как бы сказать, то, что не происходит в какой-то глобальной сфере, передвинуть на ту, как я уже сказала, дальше которой послать-то некуда, и это, разумеется, связано именно с теми вопросами, с которыми вы начали эту передачу. Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, у нас новости по времени, и я напомню, что у нас Ирена Кондрат, глава департамента благосостояния Рижской Думы, если есть вопросы, задавайте в следующей части, звоните нам 672 12 939 и 672 13 939. Глава департамента благосостояния Рижской Думы Ирена Кондрат у нас в студии, ведет программу Натальи Михайлова, звоните 672 12 939, 672 13 939. Давайте сразу звонок примем, потом вот хотелось бы сконцентрироваться на одиноких людях, что им положено, и на что они могут рассчитывать. Сейчас пока наденьте наушники. Слушатель, пожалуйста, да. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А у меня совет. У меня у бабушки знакомый, сын дальнобойщик, он ей везде записки оставил, такие в кухне. Сварила кашу, выключи газ. На дверях не открывает дверь чужую. Много вот таких всяких записок, чтобы она не растерялась. А у подруги, сосед, отдал ей ключи и договорились, что она ей каждый вечер будет звонить в 7 вечера. Если не позвонил, значит, с ним что-то плохо. Вот можете советовать своим подопечным. Спасибо. Спасибо вам большое. Лариса, спасибо вам большое. Это наша постоянная слушательница. Очень ценные советы всегда. Спасибо. Спасибо. Это прекрасно. Если есть кому записки написать. Это одно. А второе то, что, знаете, теперь эти многоэтажки, такая интересная штука. Если раньше соседи друг друга знали, а теперь-то и не знают. Не знают. И даже и не хотят знать, к сожалению. Это правда. Ну, да. Часто и двери не закрывали даже в подъездах. Ну, да. Ну, вот, может быть, и немножко об одиноких людях, потому что это наиболее такая, ну, чувствительная категория, которой вообще некому. И вот при том, что вы сказали, соседи не знают друг друга, да, они могут не заходить к этому человеку, не звонить, не общаться. Дети, может быть, или уехали, или нету, просто по каким-то причинам. На что они могут рассчитывать, и как вообще вот они... Да, может быть, значит, в принципе, каким образом? Ну, клиент к нам приходит в очень разном путем, скажу сразу. И опять я могу сказать, не так, с нами все еще плохо, потому что все-таки соседи и близкие люди замечают, что кто-то там или меньше выходит во двор. Ну, слава богу, пока еще не так страшно, да. Но в тот же самый момент, ну, как бы сказать, те услуги, может быть, я немножко нарисую эту картину как таковую, на что больше всего уходят деньги? Это всегда так спрашиваю, чисто в плане услуг. Это уход на дому. Это тот вид услуги, ну, например, в прошлом году мы обслужили почти 10,5 тысяч клиентов. У нас 6 покалпоем с недзей, это те, кто предоставляют услуги, с кем у нас договора. Поставщиков. Да, да. И, понимаете, здесь происходит что-то такое уже сколько, ну, лет 5 или не больше даже. У нас геометрической прогрессией прирастает спрос к этой услуге. И почему? Ну, как иногда мы шутим, просто сарафанное радио работает, люди узнают, что такой вариант есть, и звонят, и хотят эту помощь своим близким. Но здесь и демографические, конечно, моменты и так далее, но здесь есть еще один момент, и он особенный именно для Риги. Потому что Рига фактически единственный, ну, это столица, это большой город, где столько услуг для людей вообще, по сравнению с Латвией. И, а люди-то здесь в основном живут и работают, а их старики находятся где-то вне Риги. И приходит момент, когда просто наши, и люди, которые живут в Риге, они своих пожилых стариков просто берут сюда, привозят. Да, чтобы здесь их старики получили услугу. Потому что иначе они не могут эту услугу получить. Там они не могут получить. И получается, что просто Рига у нас растет за счет, и здесь ничего нельзя сделать, потому что люди работают, они должны жить, они хотят своих родителей и близких рядом. И у этой проблемы есть еще один момент. Это связано напрямую с тем, почему у нас проблематична ситуация, очередь на услугу пансионата. Потому что муниципальных пансионатов у нас три. Мы заключаем договора со всеми пансионатами, которые находятся на территории страны. Мы даже имеем систему ваучера, где мы доплачиваем, если человек готов выбрать другой пансионат, не наш. Но в тот момент, когда это все происходит, близкие и даже сам человек, он говорит, я не хочу вне Риги, потому что, а как? Как мы в гости приедем? Как мои подруги ко мне придут? И вот это, ну как бы, опять такая еще одна линия проблем, проблематики. То, что касается ухода на дом, это, конечно, услуга, которую первым долгом организует социальная служба, человек или близкий его дозванивается до социальной службы или звонит на телефон 800, о котором мы говорили. 800? Нет, 8000, 8000, да. 8000, да. 050, 55. Вот запишите все себе, да. Да, это очень важный телефон. Очень важный, бесплатный. И следующий момент, он связан с тем, что как бы тебя проверяют, с тобой договариваются, приходит социальный работник, специалист, который смотрит, какие у тебя условия дома, смотрит градацию твоих проблем, в общем решается, какого рода эта услуга тебе будет предлагаться, как она будет реализироваться, сколько часов, когда будет приходить человек тебе помогать по дому, в каком объеме, да. Есть очень много, опять-таки, вариантов и градаций, но здесь опять, можно, например, предложить дрожь ипспога, это как бы кнопка безопасности, есть, которая помогает, например, если человеку что-то случается с ним дома, он один, он может вызвать, дать сигнал, что у него проблемы. Но, как бы сказать, не только то, что эта услуга предоставляется все больше и больше, все равно спрос на пансионаты не снижается, потому что опять у нас просто эта группа потребностей, она просто знает. И еще есть вариант, понимаете, есть очень много меж, ну, рубежства в окле, да. Такой пограничный. Да, как бы человек, он не совсем соответствует, вот, например, такой услуге, но он еще как бы и до пансионата дошел. Чуть-чуть не дотянул. И есть люди, которые в свою очередь, они говорят, я не хочу, ну, простите, я так скажу, как люди говорят, я не хочу умирать вне дома. Ну, это, это, и потому мы начали фактически с этого года апробировать опять-таки такую новую услугу, которая называется АПРУПАТАДЗИИВСВЕТА, это как бы уход, ну, даже не знаю русский, такой точный перевод, но смысл здесь какой? Если так совсем просто сказать, это пансионат на дому. Потому что ту часть услуг, которую мы предлагаем как бы в пансионате, это такая социально-медицинская уже услуга, она предлагается на дому. Есть много вариантов. Это с этого года вы сказали, да? Мы начинаем с этого года, это да. Есть услуга, которую опять-таки мы апробируем, она связана с технологиями. Понимаете, ситуации теперь, они очень, ну, как бы сказать, неоднозначны иногда. Человек может находиться дома, он одинок, но он, у него нету каких-то проблем чисто гори и газ веселый. Да, душевного. Душевного характера, да, то, что деменцией мы называем старческой, да. Но у него, он не может много что сделать сам. И есть, например, новые технологии, которые жутко умные, правда умные, это, ну, можно сказать, такая теле-няня, я не знаю, да, когда у человека дома находится, ну, вот монитор, планшет, как у вас, он вставлен в розетку так, чтобы ее нельзя бы выдернуть. И все время с человеком контактируется диспетчер, как бы сказать. О, как интересно. Да, это тоже такая услуга, где фактически, ну, это выглядит, знаете, как, это выглядит, что ты проснулся, тебе вот в мониторе говорят, здравствуй, тетя Маша, выпила ли ты, как ты себя сегодня чувствуешь, выпила ли ты таблетку, будем вместе пить таблетку, да. Ну, это очень круто, правда, потому что ведь напомнить о лекарствах, это очень важно тоже. И вот это опять-таки вариант, да. Есть, мы уже внедряем и в самих пансионатах, потому что надо понять, что у нас в пансионатах не находятся, ну, как в эти романах Пилчера, вот, где там в красивых местах гуляют бабушки с дедушками, пьют кофе, да, еще что-то покрепче и прекрасно проводят. У нас, к сожалению, в пансионатах очень мало людей, которые на данный момент, которые даже ходячие, если так можно выразиться, да, у нас повышается число людей с дементностью первым долгом. И, да, и людей, фактически пансионат, который мы всегда говорили, это социальная услуга, она становится социально-медицинской очень тесно. И там тоже нам необходимы вот разного вида технологии, которые помогают зафиксировать, например, если человек падает. Они используются и на дому. Если, ну, вот это, как бы сенсоры падения, называемые. Датчики такие. Да. И это, опять-таки, такие новые варианты, которые мы опробируем, проверяем, как это работает. Вот теперь у нас идет пилот-проект, и мы будем его предлагать как услугу. Это, конечно, все требует средств, но, слава Богу, в Рижской муниципалитете политики нас понимают, и они видят эту ситуацию, и потому нам, ну, как бы сказать, всегда удавалось, ну, без проблем эти варианты, эти новые технологии реализовать. Но никак это не софинансируется, да, со стороны государства, никакой тут помощи нет? Нет, нет. У нас только фактически один большой проект, это связан с ассистентами. Ну, и там у нас по-разному бывает, да, но это тоже хорошая услуга, только, ну, к сожалению, она не особенно эластична, и там есть проблемы, которые, ну, о которых время от времени озвучивают, мы не можем радикально поменять эту систему, мы всегда жалуемся и делаем большой шум, ну, не только Рижской, это все самоуправления, с видом, как отчетность запрашивается, куда человека можно вести, это, конечно, но сам ассистент, семейный ассистент, это, ну, конечно, хорошая услуга. А в чем вот у вас самые большие нужды? Вот что бы вы, допустим, могли бы сделать, помогая государству, допустим, или может быть с той стороны какая-то помощь, или частная какой-то предприниматель, или еще что-то? Вы знаете, это всегда комплексная работа. То, что касается частных предпринимателей, это у нас уже есть сотрудничество, и оно очень хорошее, связанное именно с пансионатами. Ну, как бы сказать, конечно, у людей, у которых есть желание и деньги, не всегда есть понятие, что социальная сфера это не место, не вариант, где делать деньги, это не бизнес в таком понятии. Но в тот же самый момент появляются предприниматели, которые хотят именно развивать эту сферу деятельности. Потому что, опять я говорю, здесь денег не заработаешь, а вклады большие. И потому у нас появился партнер, это первый сигнал уже такой, это в Маарупе есть такое место Лапсос, где находится пансионат семейного типа. Он пока маленький, у них только 14 мест. Он элитарного характера, можно сказать. Они развиваются дальше. Но вот эта идея семейного пансионата, где мы покупаем услугу, она развивается, и мы видим, что вот теперь интерес к такого рода небольшим пансионатам развивать это, оно становится актуальным. У нас еще есть интересенты, которые хотят что-то такое развивать дальше. Это очень хорошее дело. Мы очень рады, что такая инициатива есть. И особенно, что она не вдалеке от Риги, потому что людям это очень важно. Маарупе рядом, да. Маарупе – это почти Рига. То, что касается государства, знаете, мне недавно один журналист задал вопрос, что больше всего нам мешает, если так можно сказать, в нашей абсолютно нелегкой работе. И мне пришлось сказать, что это политика. Потому что тогда, когда забывается здравый смысл, и люди переходят только на политическую волну, происходит очень много нехороших вещей. При том, что это касается абсолютно всех, независимо от политических или каких-либо других вообще. Это забывается, наверное, во всех этих делах. Если бы немножко убрать какие-то политические трения, я думаю, что у нас был бы достаточно нормальный диалог, и мы это знаем, что так это и происходит в многих случаях, и с государственными институциями. Потому что мы очень тесно взаимосвязаны. И когда этот диалог между государством и муниципалитетом налаживается, происходят хорошие дела. Например, если сказать чисто в социальной сфере, но социальная услуга вообще как таковая, социальная сфера, не услуга. Это как бы законом предназначено муниципалитету. Мы это реализуем. А законы-то издаются, но не у нас. Это идет все-таки со стороны государства. И когда иногда, хотя бы такое элементарное дело, вслушаться в то, что говорят профессионалы муниципального уровня, потому что мы не в кабинетах работаем, нам уже ближе к человеку подойти уже, куда ближе. И потому мы же видим и знаем, но не всегда как-то. Ну, знаете, если надо, и дверь проламываем, куда надо, но не всегда нас слушают. Это одно. Второе, конечно, есть такие неприятные моменты, но может быть вы даже слышали, ну, предназначено по закону, что государство выделяя приоритет помогает конкретным, как бы сказать, социальным группам, не группам, работникам социальных служб софинансированием дотаций. И вот какое-то время наши сотрудники социальных служб, которые работали со семьей и детям, получали дотацию от государства. В этом году этой дотации вдруг сразу нет. И, зная, как трудно нам сбалансировать бюджет в смысле того, что у нас-то бюджет большой как раз в моей отрасли, но он в основном уходит в самых больших цифрах на функцию, на услуги. А то, что касается именно сотрудников, зарплаты-то у нас не особо, мягко говоря. И, конечно, в тот момент, когда мне надо сказать сотрудникам, простите, но вы не получите примерно 100 евро от государства, знаете, человек-то не думает в тот момент, кто эти деньги не додал. И это те очень такие неприятные моменты, которые, конечно, надо было. Потому что, опять-таки, это не касается только Риги. Это касается всей Латвии, всех социальных служб. Так же самое, опять-таки, я человек оптимистичный, и я теперь вижу, что у нас налаживаются разговоры и действия совместные с Министерством Здоровья. В мае я встречаюсь с Министром Благосостояния. Ну, я всегда надеюсь на здравый смысл и желание сотрудничать. И я думаю, что те вопросы, о которых в Риге очень остро не хватает так называемой апрупис гултас, это те койки, которые медицинского характера, это о чем вы говорили. Нет. Или они в... Они могут находиться везде. Они, конечно, в медицинском учреждении, и они как бы предназначены для тех хронических больных, которые, ну, их полечили в стационаре, я так стараюсь просто говорить, да, и тогда им надо долечиться, чтобы они могли идти домой. Это не функция самоуправления. Мы, по идее, даже это делать, ну, у нас вообще функции здравоохранения это нет, если так говорить, да. вот этот вопрос с этими койками, он крутился со всех сторон. Мы уже предлагали министерству в свое время, что вы организуйте медицину, мы хотя бы будем доплачивать социальную, и все время это вот крутилось, крутилось, буквально вчера у нас был такой плодотворный разговор с министерством о том, что мы идем вперед, и мы нашли на территории своих муниципальных учреждений здравоохранения возможность хотя бы 60 таких койок открыть. Мы надеемся, что это уже будет что-то, потому что те социальные койки, которые имеются в первой городской больнице, они другого профиля. Ну да. Вот, может быть, еще вот напоследок у нас уже заканчивается программа, может быть, вынуждаетесь, допустим, в помощи волонтеров, может быть, есть люди, которые нас услышат и, допустим, могут тоже как-то поучаствовать. И вот это, наверное, то, что как раз надо было бы закончить эту передачу, разумеется, мы открыты, как я всегда говорю, как дверь, разным новым предложением волонтеров мы всегда в разных наших сферах мы очень интересуемся этим ИСС в действии, вовлекаем. И фактически я могу сказать так, если у людей есть идеи, потому что мы не организуем такие большие волонтерские группы, но есть, например, группы в самих пансионатах. Я так рада, что молодежь, подростки идут на это. Они приходят старикам, они их выгуливают, так по-русски не говорят, но вы понимаете. Они читают старикам книжки. Поколения должны взаимодействовать. Это лучшее, Мы даже спрашиваем, отчего вы это, они говорят, а у меня дома бабушки нет? Ну да. И, конечно, что мы видим, что на данной этапе мы находимся именно там, где уже общество, если оно заинтересовано и готово, ну, дозвоните нам, и мы будем организоваться и находить варианты, как это сделать. Спасибо вам большое. У нас в гостях была сегодня глава департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондраты. Вела программу Наталья Михайлова. Всего доброго, до свидания. Спасибо.